ПОДПИШИТЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ почти при боковой ветке то скорость 10 даже больше километров в час красивенный островок но это заповедник а так на нем установится трава песок полоса отмели вот узенько идет поскольку поскочу над не добавить а рак под нашми чат так лики такая я тут шел искал место и подумал неплохо было бы найти такое место чтобы не высоко над водой но чтобы волны не доставали вообще как никакие даже китера пролетят и при этом будет камень и ровный ну как ровный площадка только ровно и без всякого наклона чтобы не съезжать палки ты дым площадь такая выбирай любое место наклон небольшой совершенно прямо рядом с водой и в лес по клещи ходить не надо теперь ветер сменился стал заводом но очень сильным обещают порывы ветра до 20 метров в секунду вот можно погоняет аспару зал потом здоровую волну еще за островами прям отсюда видно здоровые барашки мы посмотрим может быть не буду рисковать а мышь повеселись все скажу я всех сдам что-то мне подсказывает что эти сиряешком полигонах есть они как-то оттуда идут сюда немножко подальше вчера встретиться перед ханка корабль военный разукрашены почему-то под землю то есть зеленый-черный так как у нас тут немножко штормит или очень даже множко порядка до двадцати двух метров в секунду порывы очень сильные и затяжные то я сделал вот такую ветрозащиту для палатки и действительно в общем что помогло под ее колбасит жутко как всегда и случается в эпичные моменты моего путешествия когда волны здоровые или ветер или еще что когда просто жизнь начинается полная обязательно скажу про что-то не то либо она где-то далеко и до него просто не достать потому что весом не выпустите из рук иначе до свидания здравствуйте карасики либо вот как вчера она сдоха просто не пойму почему было семьдесят пять процентов а потом когда вышел на воду уже все и плюс сильно мог записать там был широкий пролив и ветер по нему разгонялся хорошо хорошо поднимал волны на 0 7 метра они били в борта жестко вы переливали просто сверху это был эпичный экзамен а то что я не сказал что это подмотка кнопка переходу финского залива потому что все же там пока будет другая я не рискнул бы в такую идти через эти все 40 километров это было бы жесть просто люблю своих сил и заодно после этих гонок время которых я вошел в раж почувствовал что у меня за перенапряжение рука очень травмировалась немного потянула и вот так вот все самое интересное остается за коров в общем дерьмо случается сначала ветер как-то доволнул с той стороны парус на меня упал я его не стал поправлять а потом взял просто в другую сторону резко и в результате стропа там зацепилась вон там вон она ей теперь придется доставать переведите что здесь написано а то я решил здесь закемперить гугл переводчик не хочет работать о файл я понимаю что там скорее всего написано не кемперить тут но как-то здесь здание стоят что там что тут дома стоят так что назвать это как какой-то национальным парком не знаю едва ли я иду на отдаленной от фенляндии остров вы уже платить в от низкой моря за мной гроза летит идет хотя я сегодня обещали как и дождь у праве там совсем чуть-чуть а гремит так что он вы приехали ай больно блин по ушам по ушам не прикольно почему так отдохнул вон град прошел и диска вот такой вот град где-то путь ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй сколько это ж вода это ж вода вода пресса давай 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 еще попади нужен дождь прибавляет такой красоты просто ковер этот остров мне почему-то напоминает корабль скорее всего тем что у него справа правая часть дыбится прям над водой как будто нос это и есть какой-то здоровый корабль потому что мой остров где-то там ну ладно сейчас под парусом пойду пришлось сворачивать и тут ветерок поднялся очень сильно и и полтора двухметровые волны пошли гонять меня по воде это было порой стрёмно потому что такая чуха однажды у меня просто такая стеночка образовалась хорошо то я успел немножко все-таки вывернулся какой ветерок все зашибись по-быстрому собираться времени между тем четыре часа я решил что 6 выйду где-то часов 5 если взять что 64 километра где-то идти до 64 порядка 11 часов если не 12 ну с ветром может быть будет получше а потом он изменится на боковой после 12 часов что будет не очень здорово господь боже мой не надо так где мамку потерял я говорю там типа ну был ветерок сильный свернул дошел так скажем пошел местечко на самом деле там все было значительно интереснее больше эмоций там было доходило близко к отчаянию почему потому что ветерок там был здоровый он был от берега очень сильно шел а берег он был просто стеной каменной и дома которые там находились они естественно туда пройти там совсем узенький промежуточек и в него надо попасть в такую ветрюгу я вот так грёб охреневал там просто жутко в рыках недалеко но тем не менее против ветра прешь и очень медленно идет там мимо проходила рыбанская лодка видимо охреневала тоже как раз из той деревушки но я заметил там уже подходил как раз и заметил то что есть другой какая-то там заливчик такой бухточка туда я пошел да не всегда стоит отвлекаться особенно в море такие волны и западу душу так вот и это было двадцать первый день мой путешествие осенью а двадцатого дня то есть на следующий день все было еще жёстче окажется могло быть жёстче и там я себя испытывал дважды до обеда как раз опять на тот же остров пошел от берега отошел там ветер нормально такой не сильный а дальше открывался пролив похоже очень сильный и он дух как не знаю как турбина на острова я там чуть не втепившись весово зубами греб против еще более сильного ветра еще пары не 100 долго парили пары листого там тоже рыбаки вдоль берега проходили как приостановились такие видишь но против волн ветра прет чувак пофигевали все равно дальше пошли слева у меня были скалы справа океан и по сути с таким ветром я был ближе к океану к берегу но тем не менее из последних сил вроде как последних потому что там греб часа три наверное просто на пределе вот так против ветра охрененно если бы какая-то мышца там растянул или еще что такое бывает он особенно как раз когда с ним осенью и закончил точно в месяц такое было я был в океане дошел до острова талан он казалось что он рядом 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 оказался здоровым соответственно он был очень далеко пообедал там отдохнул смотрю ну там осталось немного до одного местечка там как раз пролив проходить с этого острова океан где-то в стороне и получается угол примера 90 градусов между этим островом как не на было в него было между ними просто против просто бачком против пролив чтобы волны меня били в бок смотрю ну там так особо ничего такого сильного нету а там как началось там волны очень так скажем острые или не столько идут и каждый там каждый не стал три секунды или даже 2 меня били в бочину еще надо было постараться побыстрее пройти иначе опять же промахнусь меня зубит я приноровился к той самой борьбе то что меня в бочину бьет и прочее выработал технику противодействие волну чтобы они меня нафиг не вышивнули и дальше вопрос был в том чтобы успеть до того как меня затопит потому что не то что он как бы плещется именно сидел в воде на жопе в луже и чем больше воды внутри лодки тем сложнее держать ее во в чем была проблема успеть кто-то как меня заполнить и перевернет после того случае я уже посторожнее относиться к этому всему и держаться ближе к берегу это опять же относительно то что там скалы все время и было только на самом деле много было таких совсем рисковых тем когда я уже со всеми простился например было что выхожу обещают нормальный ветер а там с океана идет и просто двухметровые волны ох ты блин а разворачиваться я вообще не умею разворачиваться обратно и в общем пошел дальше и вот так на них катался вниз вверх вниз вверх проходил мимо края острова то есть мимо берега и соответственно вот эти вот здоровые волны на берег находили а потом откатывались и получать агре офигенная просто вот это самое страшное вот собственно я достиг нейтральных вод и здесь входит транспорт да вот викинг айнс всякие паромы а здесь он туда войли волны значительно какие-нибудь убавились стали мягче все идет пока что путем ветер пока на моей стороне ну что сказать о погоде на финском заливе все было замечательно попутный ветер волны соответственно и морю по-моему лучшей погоды быть не могу просто то есть все получилось отлично а завтра опять будет фигня там же ветер будет восточный уже сегодня вечером сильный и вот такой вот отрезок нашел времени что можно проскочить без проблем а Субтитры создавал DimaTorzok